Всем привет, друзья! С вами Амик, и мы продолжаем играть в Dungeon Dogs. И сегодня я вам покажу и продемонстрирую, какие квестики мне сегодня выпали. Ну, или буду просто продолжать проходить. Кстати, да, мне выпал, смотрите, какой малыш, новый, новый малыш мне выпал. Это уголёк, сейчас мы с него получим золотишко, всё. Ой, как же я люблю получать золотишко. Да, друзья, если вы хотите продолжение этой замечательной игры, ставьте обязательно большой палец вверх, ну, то есть лайк, и подписывайтесь на канал, чтобы было продолжение побыстрее. Так, давайте почитаем по поводу нового персонажа. Уголёчек, вопреки распространённому мнению, уголёк не ценит материальные вещи. Он верит, что обладание ничем — это то, что действительно сделает тебя свободными. Круто. Это, конечно, странно немножко, но ладно, ничего страшного. Навык номер один. Отважный. Навык номер два. Мистический и редкость мифический. Ну, то есть он очень крутой дракоша. И он не дракоша, если что. Видите, он выглядел изначально. Потом у него крылышки появлялись, и потом ещё огоньки появляются. И, кстати, особенность у него есть. 5% шанс получить редкий жёлтый огонёк с квеста. Здорово! Давайте сейчас и попробуем его в действии. Во-первых, я думаю, что он мне поможет. Так, тут сделаем продолжение. Ага, нам нужно... Давайте его отправляем. Раз, отправляем два и отправляем три. Четыре минутки. Эх, уровень героя недостаточно высокий. Серьёзно? А, тогда нам, я думаю, стоит его немножечко... Как так? Стоп, подождите. А, во, во. Вот здесь я думаю, что он сможет прокачаться прямо хорошо. Хм, Кен, ты же говорил, что сегодня будет хорошая погода. Должна была быть. Не думаю, что эти тёмные облака природного характера. А-а-а, божечки. Та молния удалила прямо по нашей базе. Нам нужно быть готовыми к тушению лесных пожаров. Оно не прекращается. Эй, сейчас вообще-то лето. Кто вызвал дождь? А-а-а, возможно, какие-то фермеры испугались засухи. Вздох. О, кстати, это знаком... А-а-а, друзья, пишите в комментариях, как его имя. Эту котейку мы уже видели. Божечки-кошечки, я жив! Хе-хе-хе. Кен, ты видишь то же, что и я? Я... Я не уверен. Ты-к... А-а-а-у. Прекратите. Погодите-ка, вы собаки? Я вижу то же, что и ты, Лира? Скорее всего, на нашей базе кот. А-ха-ха. Ну, я думаю, что вы его уже узнали. Честно говоря, я даже не помню. Но у меня всегда память... В плане памяти персонажа у меня всегда все плохо. Так что, друзья, напомните мне, как зовут этого персонажа. А-а-а, так, нам нужно посмотреть. Такая... О, ничего себе! Вот это да! Смотрите, сколько волн мы с вами можем здесь пройти. Так-так-так, секундочку. Э-э-эх, так-так-так. Во! Получилось, получилось. Оказывается... Слушай, 9 волн. Это достаточно многовато. Но я надеюсь, то, что мы с вами сразу же получим, естественно... Так, а у нас будет удар или нет? Так, удар молнией! Отлично! Так, а мы победим. Слушай, неплохо мы идем. Очень неплохо идем. Так-так-так-так-так, вперед, вперед, вперед. Надо главное... А у нас хватит вообще энергии? По идее, должно хватить. Ну что же, у кабана практически не осталось шансов, чтобы победить. И, конечно же, по-даву! Ну и опыт, опыт. Самое главное, что мы с вами получим прямо сейчас. Отправляемся сразу смотреть, как там квест закончится. А ну-ка, большой опыт и... А слушай, Огонек что, не получает уровень, что ли? Ничего себе, я думал, он получит уровень. Что вы себе позволяете? Отпустите меня немедленно! Или вам придется столкнуться с моим магическим гневом! Молчать, кот! Поппи не боится использовать свой топор! Ау-ч-ч, что это было? Камушек! Было больно? Прекрати! Ой, попал камешек действительно. Прекрати! Тогда начинай говорить! На кого ты работаешь? Я работаю на свою гильдию! Я герой! Герой? Какая чушь! На, еще раз получай. Ау, почему ты так метко бросаешь? Мой лоб болит! Будет болеть еще сильнее, пока ты не скажешь нам правду! Ладно, Поппи, прекращай. Чего? Я еще не закончила! Не отталкивай меня! Теперь мы можем нормально поговорить, не так ли? Да, да. Так, ну что, сейчас мы с ним нормально пообщаемся хоть. Давайте еще раз. Уголька, я думаю, мы с вами сможем прокачать. Расскажи еще раз, что случилось? Я уже рассказывал, это четыре раза. Я знаю, но это звучит слишком невероятно, чтобы быть правдой. Ага, просто отпустите меня. Нет. Ладно. Я прибывал из гильдии героев королевствия катания. Один из членов нашей гильдии сумасшедший ученый, который построил механизм, который должен был поймать звезду. Но вместо этого, та штука стала призывать кучу молний. Одна из них ударила в меня, и я оказался тут. Мне нужно обсудить это с моими товарищами. Пожалуйста, жди здесь. Ой. Нет, прошу, не оставляй меня одного. О, я хочу пить и есть. Ладно, катание, вы говорите. Но сейчас мы расправимся с этим большущим. О, ничего себе, он, слушай, какой здоровенный. А слушай, а как мы его вообще сможем победить? Бам! Нет, мы его можем победить на каждую волну. Плюсом я сейчас думаю восстановить нашу энергию, да? Вот видите, у меня все плохо. И тогда... О, ничего себе, какой он хитрый! Какой он хитрый! Кстати, у меня тут закончились мои элюксирчики. Сдели энергии, да? И мы с вами поиграем в новую игру. В прошлый раз мы играли в подобную, ну, в другую немножко игру. А-а-а, я вспомнил. Смотрите, нам нужно запоминать вот эти всякие... Так, секундочку, секундочку. Помогу здесь? Нет? Так, секунду. Ха-ха! Я все подзабыл. Так, я все подзабыл, надо будет находить. Надо будет находить... Так, нет, нет. Нет? А, вот, смотрите! Рядом, нужно всегда рядом искать. Так, хорошо. Так, это... Это получается где-нибудь здесь, да? О, смотрите-ка! Поппи! Ну-ка! А, где тут-то было? Где тут-то было? Так, мы тут нашли... Сколько у нас есть еще по времени? Ой, у нас очень плохой результат. Честно, я вам признаюсь. Но, вроде как, мы с вами справились. Отлично, отлично. Эх, получили-то всего лишь... Ой, плохо. Награда-то еще плохая. Ладно, давайте будем сражаться дальше. Побеждать же нужно в катании. Ну что же, наконец-то победили. Вернуться нужно только в лагерь и по-быстренькому, по-быстренькому посмотреть, что там за задание будет дальше. И да, мы, кстати, получили 4 награды и получили, наконец-то, у Уголька уровень. Кстати, хочу его сейчас прокачивать. Ты вернулся? Да, я должна сказать, что ты ужасный лжец. Я не вру! Почему вы такие тупоголовые? Ты кого дурой назвал? Все, что ты говоришь, не имеет смысла. Я знаю, что и не имеет, но это правда. Даже если он лжет, почему он решил придумать целое новое королевство, про которое никто из нас не слышал? Вот. И что теперь? Мы его отпустим? Нет, это будет не слишком умное решение. Но нам не нужно держать его в заперти. По крайней мере... Ой. По крайней мере, мы будем держать его на привязи. Не тем голосом сказал. Так, поводок для кота. Нам нужно попи на этот раз взять, да? Отправляем ее на квест. Меня никто еще так не унижал. Меня никто еще так не унижал. Замолчи, кот! Ауч! Не тяни поводок! Мы не причинем тебе вреда, если будешь подчиняться. А кто-нибудь другой не может держать поводок? Нет, папе лучше всех справиться с этой работой. Кстати, ведь мы так и не представились. Я Лира. Красивая и обворожительная колдунья. Меня зовут Кен. Скажи нам свое имя, кот! Я Фрэнсис. Может, вы скажете мне, что это за место? И почему здесь нет котов? Этот мир кажется абсолютно другим по сравнению с катанием. Пойдем, мы с Поппи проведем тебе экскурсию. Давай, поводок для котика. Прикольное название для квестиков. Ну что ж, Поппи, давай пока ты справляйся с этим большущим. Целый час будет справляться, ничего себе. Не, вот эти, конечно, задания, они довольно-таки сложны, да? Но у нас есть уголек. Уголек, естественно, отправляется в бой. А, вот как, вот, как, вот, как, да? Необходимые навыки, обязательно... А, Поппи был как раз... Была, вернее, такая нужная нам собачка. Но, к сожалению, ее у нас нет. Но это не беда, друзья, это абсолютно не беда. Потому что мы с вами можем отправиться, отправиться... О, кстати, коробка у нас есть. Я просто забыл, куда заходить. А тут у нас снаряжение для капитана разблокировано. Крут, смотрите, какая прикольная палка с каким-то мишкой. И прикольно, ну, прикольно. Так, а там еще что-то было, если я не ошибаюсь. Здесь еще какая-то коробка была. А, за 50 тысяч? Серьезно, серьезно. Так, у нас есть огоньки. Это мы можем с вами все прикупить. Тут у нас... А, вот, смотрите, один билет есть. А он у нас вообще есть, да? Да, он у нас есть, отлично. И это Берни! Оу, круто! Редкая коробка стоит 30 тысяч. Не, спасибо, Берни теперь у нас есть. Кстати, смотрите, лапка перевязана. Он, видимо, травмирован. Травмирован, серьезно? Так, у нас есть еще один билетик. И там есть мифический герой. Мы с вами откроем, походу, сейчас мифического героя. Ну-ка, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. И это Инь! Ничего себе! Это Инь! Здорово, здорово. Мифическая, кстати, коробка открывается за кристаллы. Так, давайте сейчас посмотрим новых наших щенят. Отправляемся вот в Берни. И есть Инь! Неплохо. Но его нужно будет прокачивать вовсю. Обычно Инь не разговаривает. Но если это происходит, то она непременно скатывается в пессимистичные высказывания. Не стоит обращаться к ней за советом. Угу. То есть она максимально пессимист. У нее, походу, тело стакан наполовину пуст. Окей. Первый навык это чарующий. И второй навык это лукавый. И мифический, естественно, редкость. Особенность пылающий. 5% шанс получить редкий желтый огонек с квеста. Это, кстати, очень хорошо. Потому что у нас уголек тоже такой же имеет, только на окненную, да? Так, это... Это... О, это тоже... Подожди. А это желтый, да, огонек? А это получается... А, это тоже желтый огонек. Все, окей. Значит, тут все... А, тут уже не все дают. Понял, понял. Ну, надо будет разобраться с этой еще книгой. Я еще не все понял, не во всем разобрался. Так, мы сейчас что делаем? Наша сейчас задача это отправиться, естественно, на помощь Поппи. По одной простой причине... Так, секундочку. А, 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 у меня вопрос. У меня срочный вопрос. Здесь никого нет, да? Она с этим... С этим навыком. Ладно. Тогда пойдем Поппи помогать. И что нам еще остается делать? Эй, Поппи! Мы к тебе бежим на помощь. О, кстати, у меня столько энергии. Действительно, я могу помочь Поппи. Хе-хе. Смотрите, какая Поппи прикольная, да? Она такая... И я сейчас тебя победю. Хе-хе. Ну, она, конечно, мега забавная. Самая маленькая собачка на свете. Но зато какой боец! Самый, наверное, сильный в мире. Хе-хе. Ну, хотя бы ей вообще так не скажешь. Она такая маленький, миленький такой щеночек. Ладно. Сейчас победим этого Свинтуса. Ну что же, практически Поппи справилась со своим заданием. Ну что же, отправляемся быстрее в лагерь и получаем награду. И Поппи, наконец-таки, сможет участвовать в битвах. Так, кстати, Поппи уже практически... А, третий уровень! Наконец-то! Ура! Новое достижение. Мы, кстати, получаем пятый уровень. Так, так-то есть бы и мятежники, которые сражаются с королевством. Вам не нравится ваш король? Мы его ненавидим! Не хочу говорить это, но вы говорите, как какие-то злодеи. Ты не знаешь, что король делает с собаками, живущими здесь? То есть все собаки мятежники? Эм, нет. Некоторые все еще живут в городах. Трусы и предатели! А может, король не настолько плохой, как вы говорите? Лира, мы заметили вражеских солдатов рядом с нашими границами. Нужно их устранить. Как вовремя? Кот, ты идешь с нами? О, отлично! Пятый уровень получили. Ну, я знал об этом. До этого я же только что сказал. Забираем награду. И мы, кстати, сможем наконец-таки, наконец-таки настраивать разные свои фишки. Так, на пятом уровне мы сможем с вами... О, смотрите, у меня какой есть розовый меч. Мне он очень-очень понравился. Слушай, нет, ну я, конечно, забираю эти все награды. Так, секундочку, у меня тут что? Есть какая-то интересная награда, что ли? О которой я даже и не знаю. Ну-ка. Я ее, может, могу забрать? Серьезно? О, вот это да, смотрите, у меня какая прикольная есть награда новая, да? Что у нас дальше есть? О, можно вот такие вот ушки сделать. Прикольно, я даже и не знал. Так, что у нас еще есть? У нас есть еще следующий момент. У нас есть тут... Тут есть казармы. Или это, подождите, это не то, по-моему, да? Это, да, это немножко не то. Во! У нас есть тут улучшения. И я думаю, что как раз-таки они нам и пригодятся прямо сейчас. Во-первых, нужно открыть вот прекрасный билетик. Это редкий, редкий, редкая собачка. Посмотрим сейчас, что. О, Гаспард нам выпал. Прикольно, прикольно. Так, давайте дальше смотреть, что у нас тут вообще можно изучить. У нас тут есть вот такая вот штука под названием улучшение станции ткани уровень 2. Давай-ка мы его улучшим. Ага, это сделали. Так, у нас далее есть вот такая вот штука. Это улучшение станции дерева 2. Давай его тоже улучшим. Почему бы нет? У нас как раз задание есть по этому делу. И что у нас тут? Ускорение. Ускорение нам не нужно. А что такое? Это опыт получается, да? Нет, пока что нам ничего не нужно. Ничего себе опыт. Плюс 750 опыта. Ха-ха, прикольно. Мгновенно увеличить уровень своего героя до десятого. А-а-а, тут так все можно даже за денежку, да, делать. Прикольно. Давайте еще откроем здесь одного, здесь одного питомца. Ну-ка. Отлично, герой получен. Это новый герой, кстати, Рекс. У меня его еще нет в коллекции. И давайте возьмем за 30 еще одного редкого персонажа. Оооо, Киелло. Ха-ха-ха, прикольно, прикольно. Так, давай еще что-нибудь улучшим. У нас есть казармы, и он улучшивает активных... А-а-а, активные слоты героев. Слушай, прикольно. Далее у нас тут есть еще... А, ну у нас... У нас... У нас походу дела не хватает ресурсов. Серьезно? Ладно, давайте отправляемся мы с вами на следующую битву. О том, мы тут с вами заговорились, задумались. А у нас тут вовсю. А вы неплохо сражаетесь для кого-то столь ничтожного. Поппи сражается лучше всех. Кия! Поппи, Лира у меня. Что? Как? Тебе следует лучше тренировать своих солдат. Ха-ха-ха! Да, сложно говорить разными голосами. А-а-а. Вы кидаетесь в меня грязью? У вас мятежников, не отчасти. Рано или поздно я всех в вас переловлю. Ну, конечно же, конечно же. Давай отправляемся, друзья. Отправляемся на битву. Здесь мы очень быстро со всем сможем разобраться. Я думаю, что проблема вообще с этим мятежником. Вернее, это мы мятежники, да, получается. Это мы мятежники. Но... О, слушай, Поппи. Давай, 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 давай. Ну-ка посмотрим атаку. А, всего лишь 358. Понятно, она так-то слабенькая оказывается. Но мне больше интересен мой огонек. Очень сильно интересен, как он сражается. Но у него что-то так долго ульта доходила до нас. Так, ну что, мы справились с заданием. Можно получать, естественно, опыт, уровень и тому подобное. Думаю, мы в безопасности пока что. Этот жалкий мелкий кот. В следующий раз я заставлю его молить о пощадь. Он почувствует на себе гнев удивительной и захватывающей лиры. Зрк. Что это за взгляды? Это я... А, это... Я зол на тебя, взгляд. А-а-а-а. До меня он частенько так смотрит. Это была всего лишь небольшая неудача. Небольшая. За нами охотится сам капитан. В данный момент мы просто не можем вернуться на базу. Они у нас на хвосте. Поэтому мы продолжим придерживаться моего плана? Думаю, да. Ну давайте, капитан Гидеон. Ну-ка, посмотрим, что же там за капитан Гидеон такой интересный. Так, у нас есть банда Уголек, Кен и Поппи. Отправляем их в квест, да? Знаете, мне вообще подходит этот темп. Поппи тоже. Маленькие лапки, знаете ли. Тсс. Да ладно тебе. Мы же на опушке леса. Тут никого нет. Кроме капитана. Кстати, а что мы вообще знаем об этом парне? Этого кота зовут Гидеон. И он капитан 13-го батальона в Ульфианской армии. Странный. Сбор информации о враге моя работа. Так он типа большая шишка или что? Он такой маленький. Он кот. Все коты маленькие. Но он лишь один из множества капитанов. И все они жаждут нашей смерти. Им придется сильно постараться. Единственный способ покончить с этим восстанием. Свергнуть короля тирана. Ну давайте отправляемся на бойню. У нас все-таки тут тиран король завелся. Надо его, так сказать, исчезнуть с места. Так, вперед. Давай попробуем. Попробуем. Отлично. Попались. Я хочу посмотреть, как же все-таки будет действовать. Так, 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 так. Секундочку, секундочку. Я хочу посмотреть, как... Ай, не успел. О, давай, давай, давай. Посмотрим. Сколько атака? Ничего себе. Не, там, походу, дело не такая уж крутая атака, как мне кажется. Ладно, посмотрим. Может быть, за квестики нам дадут дополнительно еще огонек. Так. Огонька нету, к сожалению. И новый уровень уголька. Ай, его уголек зовут. Я огонек почему-то думал. Ну, наконец-то, вот и лагерь. Отсюда, он кажется таким маленьким. Как ты планируешь туда пробраться, Лира? На этих открытых полях не скрыться. Мы можем использовать реку. Хм, Поппи не любит лодки. На воде нас еще проще заметить. Мы не будем на воде. Мы будем под ней. Хм, подъем воды. Ничего себе. Давай-ка сейчас проверим. Это все делится. Кстати, у нас тут ресурсы постоянно нужно собирать. Потому что ресурсов у нас действительно маловато. Так, Лира либо уголек. Давайте все-таки уголька прокачивать. Мне кажется, уголек намного будет покруче. Поппи заинтересована. Твой план состоит в том, чтобы воспользоваться каким-то волшебным трюком? Сделай вид, что я удивлен. Я буду поднимать воду над нашими головами. Мы просто пойдем, как обычно. Ох, Поппи, не заинтересована. Этот план не имеет изъянов. Давайте начинать. Ну что же, приступаем к поединку, друзья. Ну и, конечно же, у нас тут уже вовсю-вовсю первая волна практически закончилась. Но на этот раз мы хоть посмотрим, как он все-таки сражает. 510. Я думал, что он немножко побольше выдаст атаки. Но, возможно, у него просто пока что уровень маловато. И именно поэтому... Вот, отлично, 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 отлично. Продолжать. Надо продолжать. Да, пока что мы прокачиваем наших песиков. Я не знаю, что будет дальше. Нужно вообще прокачивать базу псов и тому подобных... Так, секундочку, сейчас что-то произойти должно, нет? Произойдет и... Не, не произошло. Вот, по-даму. Отлично, отлично. Битва окончена, друзья. Битва окончена и смотрим, что там дальше. Не, ну Поппи самая, конечно, пока что смешная, забавная. Как же она бьется всегда, сражается. Ну, такая малюсенькая. Уверена, что ты сможешь сделать это, Лира? Уверена, ты можешь сделать это, Лира? Течение здесь довольно активное. Ты сомневаешься в моих магических способностях? Нет, ничего подобного. Просто смотри. А теперь спустимся вниз. Ты ничему не учишься, Кен! Я? Вперед! Давайте отправляемся на водяной туннель. Ха-ха, ничего себе, какие-то здания странноватые, но я думаю, что как раз-таки с ними можно справляться. Ой, я Поппи пропустил диалог. Не трогай воду. Просто продолжай идти вперед. И почему ты не использовала этот метод для рыбалки ранее? Вместо того, чтобы кидаться фаерболами в воду. Хм. Лира, не настолько умная. Не зови меня тупой. Ух, мы уже и пришли. У меня начинает болеть голова. Нам понадобится еще не меньше 15 минут. Справишься? Если вы перестанете разговаривать со мной, то справлюсь. Так, ну что, мы отправляемся на водяной туннель. Хе-хе. Сейчас попытаемся справиться со всеми вот хоряками, которые вот так будут на пути. И, кстати, смотрите, уже волна под номером 5 присутствует. И это, честно говоря, даже немножко-немножко страшновато. Так, ну что же. Ну что же. Вот эта волна закончена. Третья. Ух, че себе. Слушайте, мы быстро вот так справляемся. Мне даже нравится. Бадабум. Бадабум. Ха-ха. Отлично. Все, у меня закончилась энергия. Используем еще одну зельце. Зелье. Вернее, зельце. Так, надо еще посмотреть. Надо... А, слушайте, у меня там база же еще есть. Да, мы можем с вами базу прокачать. Давай-ка, давай-ка, давай-ка. Быстрее, быстрее, быстрее. Бадабум. Бум. Одни вообще фейерверки. Вау. Это мега-круто, конечно, все выглядит. Алле. Опа. Отлично. Так, и осталось совсем немножко. Бум. Все. Давай. Раз, два, три. Давай. Эть, эть, эть. Да на. Все, получай. Хей, отлично. Все, мы справились вроде с заданием. Так, ну что. Ну что, давайте разбираться, что там за задание следующее. Что нам вообще дали. Эх, нам не дали огоньков. Я думал, нам дадут дополнительных огней, чтобы мы открыли еще, ой, вернее эволюционировали еще каких-нибудь собак. Так, мы подходим к мели. А, мы подходим к мели. Нас можно будет заметить с поверхности. Поппи не может сражаться под водой. В таком случае, давайте вылезать. Двигаемся медленно, и тогда я не залью вас водой. Двигайтесь медленнее, и тогда я не залью вас водой. Так, давай-ка мы отправим, конечно, наших песиков на квест. Там безопасно, Кен? Да, вы можете подниматься. Вау, уже сме... А, вау, уже стемнело. Ух, не желаю повторить это снова. Но это было что-то невероятное, правда? Это был настоящий подвиг. Мы должны найти хорошее место, чтобы переждать ночь. И мы должны найти еду. Поппи подтверждает. Так, ну что? Мы вроде на квест пока что отправили. А давайте, знаете, что мы еще сделаем? Мы с вами еще попытаемся наших собачек отправить, но, к сожалению, почему-то... А, всего 400. То есть нам нужен какой-нибудь другой квестик, где нужна одна собачка. Окей, Рекс. Но, к сожалению, уровни, уровни достаточно сложноваты. Пускай отправляется именно Рекс, думаю, что он справится со своим заданием. Ну, а мы, друзья, с вами попытаемся сейчас что-нибудь улучшить. Посмотреть, как же тут все-таки работают улучшения, привилегии и тому подобное. Кстати, коробка с костюмами будет через несколько часов. Через 6 часов, как я понял. Так, улучшения. У нас тут есть улучшения. Улучшения станции хлама. Это уровень 2. Неплохо. Объем хранилища становится намного выше. Давайте его тогда и прикупим. Снова коробки у нас появляются. Мы, конечно, можем открыть мистические. Прикольно. А давайте, кстати, в следующей серии как раз-таки откроем новых мистических собачек. Посмотрим, кто нам выпадет и на этот раз. Так, давай-ка мы еще заберем тут миссии. У нас тут еще есть бесплатные ежедневные всякие фишечки. Но забираем их, чтобы у нас все было. И сова есть. О, огонечек можно получить. Так, ну что же, друзья мои. Мы с вами сегодня неплохо-то поиграли. Давайте-ка мы продолжим. Если вы хотите продолжения, то обязательно-обязательно ставьте свой лайк, 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 лайк. Потому что мне интересно, что будет дальше с моей бандой-командой. Лира, наша любименькая. Она, знаете, такая, типа, предводителя, да? Прикольная в любом случае. Так, мы, слушайте, мы с вами тогда увидимся уже в следующей серии, да? Обязательно подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ну, а с вами был Амик. Обязательно ставь свой лайк, 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 лайк. И увидимся с Лирой и ее друзьями уже в следующей серии. Ух, это было достаточно интересно и прикольно. Всем пока-пока! Бум!